На 1 ноября в республике имеется более 1 миллиона голов крупного рогатого скота, правда с небольшим минусом к прошлому году, дойные стадо почти сохранили. Негативно отразилась на поголовье депрессивная закупочная цена на молоко и, соответственно, сокращение доходной части, и в этом случае, конечно, как самый ликвидный товар уходит скот. Хотя со стороны бюджета компенсирующие меры мы оперативно принимали, но потери доходов оказались значительно больше, они превышают 4 миллиардов рублей. Серьезный прирост у нас по поголовью птицы 6% плюс 1 миллион, поголовье свиней тоже увеличилось на 7,5 тысяч голов почти на 2%. Далее, вот какая ситуация отдельно в сельхозпредприятиях республики. Как особое товарное производство. Пока имеем 720 тысяч голов скота, меньше прошлому году на 2%, но ожидаемый приплод и улучшение сохранности дают надежду завершить год с положительными показателями. Аналогичные пожелания и к районам в красном на слайде. Наибольшее сокращение, конечно, сразу смотрится в Муслюмовском. Кроме согласованного по агрофирме Август, это новый наш инвестор, который намеревается строить мегакомплекс молочный в Муслюмском районе, но это особую скидку не дает, поскольку уменьшение и по агрофирме Туганьяк, у Нураддинова, Исламова, даже по Исламову можно отдельно сказать, Ильдус Закич при желании мог бы, конечно, построить современный молочный комплекс, но у этого технаря у нас не лежит душа на живность. Надо обратить внимание в районе Ина-Сахиб-Гараева, еще 9 КФХ сократили, более 400. Конечно, не хватает постоянной системной работы с каждым хозяйственным субъектом нашего территориального управления сельскохозяйством, которое слабо привлекает и авторитетный ресурс главы. Субтитры создавал DimaTorzok